Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива нерабочего устройства ONDigital Mobius. Я покажу несколько способов как создать RAID массив на данном устройстве, как восстановить файлы при случайном удалении с рабочего дискового массива и как вернуть данные с устройства вышедшего из строя. Устройства хранения данных предлагаемые ONDigital созданы для обеспечения производительности и надежности хранения информации. Mobius 5 RAID System – это мощное устройство управления хранилищем RAID с гибкими возможностями подключения, поддержкой горячей замены и простым доступом к жестким дискам. Устройство позволяет создавать следующие типы массивов RAID 0, RAID 1, 10, 3, J-Bot и RAID 5. Но хотя технология RAID является надежной, все же не исключены случаи потери важных данных. Потеря информации может произойти в любой момент и по разным причинам – случайное удаление, неправильная настройка или выход из строя оборудования, так как все устройства рано или поздно могут сломаться. Если ваше устройство не работает, были повреждены диски или RAID массив разрушен, вам потребуется специальная программа, которая поможет вернуть из накопителей критически важные данные. Далее в видео мы разберем, как решить такую проблему и вернуть утерянные файлы. Для понимания, как работает данное устройство, для начала давайте рассмотрим, как создать RAID на этом хранилище. Есть несколько способов создать RAID массив на данном устройстве хранения. Сделать это можно выставить специальные переключатели на задней панели устройства или через программу для управления. При первой установке дисков нужно выполнить процедуру очистки RAID. Эта процедура настраивает диски для использования в Mobius. При этом удалить раздел или данные с отдельных дисков не получится, в таком случае все файлы будут затерты. На задней панели хранилища установите переключатели в положении «Очистить RAID». Переместите переключатели в нижнее положение. Затем нажмите и удерживайте кнопку «Set» и включите питание. Продолжайте удерживать кнопку «Set» пока не прозвучит второй звуковой сигнал. В результате все предыдущие конфигурации будут удалены и настроены на режим «J-Bot». Далее выключите его, установите переключатели в режим RAID, в моем случае это RAID 5 и удерживая кнопку «Set» включите питание. Удерживайте кнопку «Set» до второго звукового сигнала. После этого RAID будет готов к использованию. Все данные, которые хранились на дисках будут удалены. Далее остается только зайти в управление дисками и размятить новый диск. Второй способ создать RAID с помощью утилиты для управления хранилищем Jmicron HV Raid Manager. Графический режим программы разделен на два режима – «Базовый» и «Расширенный». Создание RAID массива доступно в обоих режимах. Чтобы создать RAID откройте вкладку «Advanced RAID Configuration», установите отметку напротив пункта «Create RAID», затем ниже выберите из списка нужный уровень массива. Справа отметьте диски, из которых будет состоять RAID и нажмите «Apply» для подтверждения. В результате вы увидите предупреждение о том, что все данные, которые хранятся на дисках, будут удалены. Нажмите «Yes» для продолжения. После чего начнется процесс построения RAID. Дождитесь его окончания. RAID создан. ОК. Теперь осталось открыть управление дисками и разметить новый накопитель. Если вы вдруг случайно удалили важные файлы с дискового массива, при этом RAID и устройство остается в рабочем состоянии, вы легко можете восстановить информацию с помощью программы для восстановления данных – Hetman Partition Recovery. При работоспособном RAID вам не потребуется доставать диски с устройства хранения и подключать их напрямую к ПК, чтобы найти файлы. Для восстановления удаленных файлов откройте программу и просканируйте ваш массив дисков. Кликните по диску правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Выберите необходимый тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате программе не удалось найти утерянных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните правой кнопкой мыши по диску и выберите из списка «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему. Отметку глубокого анализа можно снять – это ускорит процесс. В особо сложных ситуациях выполните анализ с поиском по содержимому файлов. Далее. Как видите, в моем случае программа без труда нашла все файлы с помощью быстрого сканирования. Удаленные здесь отмечены красным крестиком. Также здесь доступен предварительный просмотр, где вы сможете увидеть содержимое файлов. Отметьте все что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Укажите место куда сохранить данные. Диск. Папку. Восстановить. И готово. По завершении все файлы будут лежать в выбранном каталоге. В том случае, если устройство хранения вышло из строя, доступ к дисковому массиву больше не доступен. Собрать и вернуть данные с него вам поможет программа для восстановления данных Hetman Raid Recovery. Программа поддерживает большинство файлов систем и типов RAID. Поможет восстановить данные в случае поломки после случайного удаления, форматирования, неудачной настройки или прошивки NAS. При потере доступа к данным, хранящимся на сетевом хранилище, в результате аппаратного сбоя оборудования, поломки контроллера или другой аппаратной части устройства, данные на дисках в таком случае остаются нетронутыми и могут быть обработаны с помощью программного обеспечения для восстановления данных. Для доступа к дискам нужно извлечь их из поломанного хранилища и напрямую подключить к компьютеру. Достаньте диски из NAS и подключите их к ПК с операционной системой Windows. При недостаточном количестве SATA портов или разъемов питания на материнской плате понадобятся дополнительные переходники и расширители. Еще вам потребуется накопитель с объемом равным или большим объему восстанавливаемой информации. Это могут быть внешние накопители, сетевое хранилище или другие устройства хранения. Если операционная система ПК, к которому вы подключаете диски, просит вас инициализировать их или отформатировать, не делайте этого, так как восстановить их после инициализации будет сложно. В моем случае программа не смогла собрать RAID, созданный на устройстве Mobius, в автоматическом режиме. Дело в том, что данная модель хранилища не записывает техническую информацию RAID на диски. Все данные записываются с самого начала диска, начиная с нулевого байта. В связи с этим программа не может определить информацию о дисковом массиве, какой тип RAID использовался, из какого количества дисков он состоит, какой их порядок и так далее. В такой ситуации нужно собрать RAID в ручном режиме. Запустите программу и откройте RAID конструктор. Далее отметьте пункт «Создание вручную». В следующем окне указываем все известные параметры. Мы знаем, что это был RAID 5 уровня. Указываем его тип. Порядок блоков нам неизвестен. Оставляем значение «Определить автоматически». Их размер тоже. Ставим автоопределение. Затем добавляем диски, из которых состоял RAID. Расположение накопителей в хранилище неизвестно. Поэтому выбираем пункт «Определить порядок дисков автоматически». После нажмите кнопку «Далее». Для поиска возможных конфигураций. Ждем окончания процесса поиска. В моем случае программа нашла несколько конфигураций. Их отличия в порядке расположения дисков. Выберите наиболее подходящую. С остальных снимите отметки и нажмите «Добавить». После RAID массив появится в проводнике. Для начала поиска утерянных файлов кликните по диску правой кнопкой мыши. Открыть. Выберите необходимый тип анализа. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Если в результате программа не нашла нужных файлов, запустите полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. Как видите, программа без труда нашла всю информацию, которая хранилась на дисках, включая файлы, которые ранее были удалены. Они здесь отмечены красным крестиком. Содержимое файлов можно посмотреть в окне предварительного просмотра. Отметьте файлы, которые нужно вернуть. И нажмите по кнопке «Восстановить». Затем укажите место, куда сохранить данные. Диск, папку, восстановить. По завершении данные будут лежать в указанном каталоге. Таким образом, вы сможете восстановить данные с любого типа RAID, созданного на данном устройстве для хранения данных. Следуя этой видеоинструкции, вы без особого труда сможете вернуть файлы, которые остались на дисках. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.